Окей, сегодня мы опять будем жонглировать с двумя мечками. Сейчас вы еще не готовы. Надо еще научиться с двумя. Я не думаю, что кто-то тренировался. Если кто-то тренировался, то молодцы. Ладно, давайте начнем с разминки. Молодец, Себастье. Шея, спина и руки. Разминка, погоди, погоди. Сначала спина, потом шея, потом руки. Не знаю, почему. Ладно. Что, никто не делает разминку? Давайте встаем, Себастье. Оп, оп. Встаем, встаем, в разминку. Я делаю. А, делаешь? Чеки. Кто закончил, можно сказать. Все? А, окей. Окей, берем две мячики. И делаем разминку. Как мы делаем с одним? Вверх. Раз, два. Чтобы был до одного уровня. Не один выше, а один мячик. Окей? Я вижу, что Себастье не делает с двумя мячиками. А. Так, двадцать раз. Разминка. Да, уровень глаз. Не выше. Если упадет, то снова. Да. Вам можно кидать два раза сразу. Два мячика сразу. Это в десять раз. Раз. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Я все. Ты все? Я тоже. Да, ну. Ого. Окей, теперь мы это вместе совмешаем. Типа раз-два. Три. Раз-два. Три. Еще можешь показать? Три. Совмешаем это вместе. Это и это. Раз-два. Кто вместе кидает? Раз-два. Кидаем. Раз-два. Кидаем. Раз-два. Кидаем. Так. Скажите, а если я... У меня чуть ли не упал мяч, но я помала его коленями, то это считается, как упал мяч? Считается, считается. Иногда тоже падает на выступление у меня. Можно коленом помочь. Причем. Головой. На сколько раз? Пятнадцать раз. Раз. Ой. И смотрите, чтобы не было одинаково. Ни право-лево. И опять право-лево. Лево-право. Право-лево. Лево-право. Право-лево. Я случайно двадцать сделал. Двадцать? О, молодец. Судей. София, если можно на следующий урок, то с камерами быть. А если у меня вообще она не работает? Кто на другой телефон? Не знаю. Постараюсь. Спасибо. Все закончили? Да. Ок. Теперь мы делаем круг. Мы берем один мяч и второй. Один кидай, один передаем. Я только умею. О, супер. Делаем так. Ой. Десять раз. И в другую сторону тоже. Десять раз. А я, Себастьян. И в другую сторону тоже. Десять раз. Я быстро сегодня. Вижу. Я уже все. Поним. София? Соня? Да, у меня получается. Получается? Супер. Скажи, когда закончишь. Готово. Готово. Окей. Теперь мы делаем одинаково, только быстро. Один кидаем вверх. А второй мы передаем в эту руку и обратно в эту. Сколько? Пятнадцать раз. А если не получается? Ну, десять раз. Попробуйте кинуть выше. Когда rein algebraены виды герои. Спасибо. Спасибо. Попробуйте. nor... PETER! Себастин, мы не кидаем эти мячик, мы делаем 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Если вообще не получается, попробуйте еще легче. Кинуть этот мячик в эту руку, а это перекинуть. И обратно. Да, вот. Я закончил. Угу, супер. Я закончила. Супер. Так, теперь попробуйте с хлопком. Вот это с хлопком. Пятнадцать раз, чтобы вы разрабатывали ловкость, быстро ловить, кто понадобится с тремя мячиками. Кто закончил, скажите? Закончила. Закончила. Супер. Теперь, что мы делаем? Мы берем, руки ставим вот так. Не надо, чтобы было рядом, чуть-чуть позади. Пятнадцать раз. Еще раз. Как? Вот так. Один наверху, один внизу. Первый сначала кидает внизу, наверх, этот ловит, и этот ловит наверху. Этот отпускается просто в руку, а этот кидается вверх. И меняем тоже. Сколько? Десять раз. И другой рукой тоже. Воду придется на следующий урок тоже с двумя делать, потому что тут мало людей, мы тоже должны научиться с тремя. И с двумя тоже. Что я не вижу тут, пахат, вина. София, ты сделал мячики, как на видео в Телеграме? Или это просто мячики? София? София? Да, я закончила, извините. Мне что-то с телефоном будет. Не, я спрашиваю, ты сделал мячики? А, я сделала, да. А, супер. Если можешь сфоткать, то сфоткай в Телеграме. Да, я позже отправлю просто на сегодня день рождения, поэтому. А, окей. С днем рождения, кстати. Что мы сейчас делаем? Что нам понадобится, чтобы научиться с тремя? Это крест. Что мы кидаем? Первая и вторая. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Чтобы научиться стрелять. Еще раз как? Один наверх туда и второй наверх туда. Не сразу, что не стукнется и отрикошетит. И потом тяжело ловить. Раз, два. Сколько? Сколько? Двадцать пять раз. Это очень обязательно взять, чтобы научиться с тремя. Потому что с тремя тоже мы делаем крест. Вот. Вот у нас крест. У меня мяч улетел в соседнюю комнату. Ой. Двадцать пять раз, если упал, сделаем заново. Почти был двадцать пятый и он упал. Угу. Яального оборудования. Вд precedent, когда 오ёт э сноваใippers трёх. И проход pueden з первой практики. Угу. Угу. Урара. кто закончил скажите здесь i'm ready мы делаем одинаково то что это только один выше 1 ниже надо один выше один меньше чуть тяжело только раз давайте восемь раз что должно быть легче на этом уроке будет подготовка тремя мечами на следующий урок если вы будете опять двое мы будем учить 3 вы будете первые классно себастьян ты где не спать ну конечно не а где камера сколько раз 8 к можно чтобы я тебя видел они один высоко один ниже раз не не передаем восемь раз кого улетать вперед встаньте рядом с ценой у меня не улетает мне как-то ну куда-то в сторону я ловлю рукой смотря как ты это делаешь я не знаю как ты это делаешь может быть вот так может быть вот так может быть и вот так окей ты можешь можешь софия может стать рядом с ценой вот здесь если у тебя вправо улетает поворачиваешь все да я готова а все окей теперь попробуй научиться с двумя мячиками же мне быть с одной рукой окей как мы держим держим мячики кто-то знает ну в две руки в одной руке мяча а как вот это я не знаю окей как мы держим мы берем один мячик и держим его с указательным пальцем и с большим пока что что мы научились ловить а второй мячик наверху это должно быть как-то вот так получилось этот мячик вот так севастин я тебя не вижу я не знаю если ты вообще здесь он нашел куда-то севастин ау алло севастин вернись он уже на туалет ушел а вот он где мячки севастин да ты мячки а покажи еще раз задание просто окей мы держим в одной руке мячик в одной руке два сразу все когда мы будем жертвовать с тремя мы же не будем вот этих держать а сразу два мячками вот так а надо 3 сейчас мучение 2 говорю зачем мы держим если вы жонглируете с одной рукой тоже там окей что мы делаем севастин вставай давай я тебя верю мы делаем мы не сидим и попу не прогреваем не я просто хотел посмотреть тебя я понимаю окей те камера севастин окей мы кидаем верхний мячик всегда первый мячик наверху первый кидается мы кидаем один мячик к этой руке который наверху а второй вверх это вот так выглядит раз опять верхний другую руку а нижней вверх можно и другую рукой здесь нам надо то есть вот так да только держи правильно попробуй держать вот я показываю как правильно держать по-моему я один с камерой все так у меня просто камера плохо работает а так я была с камерой я опять куда-то ушел вот это хоть можно попить можно можно а можно с вашего разрешения в туалет сходить конечно окей опять показываем верхний в эту руку и шли вверх делаем размах рукой не и сильно а маленький раз и и другой рукой тоже делаем так десять раз в одной руке и второй руке десять раз покажите не наоборот мы не кидаем верхний вверх а нижний это потом уже а вот мне был час я вверх не кидаю вверх и потом его ловлю до этой же рукой нет верхний в другую руку а нижний поэтому обратно раз можно даже медленно сделать раз сколько Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Добро пожаловать на наш канал! Верхний вверх, нижний в другую руку. Это уже чуть-чуть легче должно быть. Десять раз? Десять раз в каждой руке. О, вижу. Сейчас повыше, может быть, сделаю. Десять раз вверх, нижний вверх. О, класс! Молодец! Собасен, ты закончил? Как-то так. Молодец! Получается. Да. Кто-то, кто закончил, мы сейчас попробуем ловить один мячик в одной руке с мячиком. Что это? Мы один кидаем вверх и ловим. Так же. Ловим, чтобы не упало. Потому что это тяжело. Вот у Софии даже получается. У меня тоже. Конечно, чуть-чуть по-другому ты делаешь. Я сейчас и кидаю не в это же место, получается. Я вот этот вот мяч кидаю, наоборот, перетаскиваю во время полета. Да-да, я вижу. Прикольно. Только мы делаем что-то другое. Один просто кидаем вверх. Да. Вот так. Я уже просто поняла принцип, как бросать и как ловить. Окей. А тебе будет легче с одной рукой ловить. Это, вжонглировать. Слывайся, не высоко. Меня папа вот этому научил трюку. А. Ну, это супер. А потом потом будет интереснее-то делать. Да. И другой рукой тоже. Тебасин, ты закончил? Он опять куда-то ушел. Вижу. А как вы вчера день рождения свой провели? Отлично. Супер. Я готова. Готова? Я не знаю, конечно, где Себастьян. Мы уже будем начинать жонглировать с двумя мячами в одной руке. Как мы жонглируем с двумя мячами в одной руке? Это одинаково, как один кинуть. Мы, когда кидаем один вверх, сразу же кидаем нижний. И ловим. Получается как-то так. Скажите, пожалуйста, а мы будем учиться бросать три мяча в одной руке? В одной руке? В одной руке три мяча? Да. Просто ты где-то видел, что люди бросают, берут три мяча и жонглируют с двумя мячами в одной руке. Это очень сложно, но не в этом уроке. Что-то еще сложнее. А Себастьян кушает. Что мы делаем? Себастьян. Что? Что, что, делаем? Мы жонглируем с двумя мячами. Я уже сделала. Так мы делаем уже что-то другое. Мы жонглируем, воним. Как мы же делаем? Мы кидаем один вверх и сразу же нижний. Раз, два. И ловим. Раз, два. Получается какой-то маленький... Сколько? Сколько? Десять раз. А если у меня вот так получается понизко, это нормально? Да, только мы кидаем сразу же два мяча. А, сразу мне просто... О, господи. Сейчас. Вот так, да? Сразу. Не ждем. Мы сразу же кидаем вверх. Раз. А, я поняла, я поняла. Сейчас, мне только... Гораздо сложнее. А, все. Ура! Первый есть. Супер. Себастьян. Извините, если там слышны крики, у нас просто очень двор в Подмосковье, очень шумный. Ничего страшного. И другой рукой тоже делаем. Десять раз. Супер. Это десять делаем? Десять, каждая рука. А вы разве не двадцать пять сказали? Нет, сказали десять. Нет, это другая часть. Мы делаем вот эту. Я пришел к пятнадцатому. А если я поймаю мяч второй рукой? То есть, если... Ловим в одной руке. Блин. Я так никогда не сделаю. Ну, учиться надо. И с первого раза получается. Себастьян, что ты делаешь? А есть ли у вас домашние питомцы? Кот. А у меня котенок и кошка. Прикольно. Как зовут? Кошку зовут Муся, а котенка зовут Мисса, девочка. У нас было еще два мальчика, но мы их отдали. А девочку решили поставить, чтобы кошке не было скучно. Понятно. А Себастьян сидит? И кушает. Я уже сделал. Показывай. Что ты вечно куда-то уходишь. Ура! Мне, пожалуйста, не говорите про меня плохое. Мы не говорим, мы не говорим. Ты просто уходишь, а я не вижу, что ты делаешь. О, супер, только лови. Ура! О, получается. А рукой, рукой, а другой рукой ты делал? Да. Да. Что ты сейчас делаешь? Ничего страшного, София? Бывает. Ай, как больно. Богатее сидеть. Окей, тот, кто сделал уже с одной рукой, пытайтесь подольше кидать. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Вы мне знаете, что получилось? У меня вот когда было, не знаю, это совсем только что было. У меня вот так кидало, вот так, знаете, один позиний, да? Другой позиний, да? Кидал, кидал, кидал. Окей, теперь давай, пожалуйста, сделаем в одной руке, шинглируем подольше чуть-чуть. Раз, два, три. Подольше. Раз, два, три. Раз, два, три. И другой рукой только. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Если сложно, то давайте я вам чуть-чуть полегче дам. Мне сложно. Сложно? София, сложно? Или тебе? Мне сложновато, да. Окей, давайте чуть-чуть по-другому сделаем. Мы кидаем раз, два и ловим этой рукой. И потом кидаем эту рукой. А нет, для меня это не сложно. Кидаем один мяч сюда. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Получается, мы один кидаем в одну руку и в зенглевую. Или можем вот так. Я пока выключила камеру, потому что начинает телефон зависать. Хорошо, нет проблем. А вы играете на каких-то музыкальных инструментах? На гитаре пытался научиться. Не научился. Потом как-то давно-давно на пианине играл. Потом бросил. Жалко. А я сейчас играю на фортепиано, на гитаре и на укулеле. Ого. А получается? Да, на гитаре начала заниматься, получается, с четырех лет. Скоро будет как десять лет я занимаюсь. И на укулеле я начала недавно заниматься. Получается, вот мне ее подарили вчера, позавчера. Я как два дня уже играю. Это очень легко. Супер. А на фортепиано я, получается, занимаюсь тоже с четырех. Ну, потом мы с четырех до скольки там, до шести мы забросили. И потом в семь я поступила в музыкальную школу имени Балакирова. И до сих пор учусь там, играю. Офигеть. Молодец. Хотелось бы еще научиться на скрипке, на арфе и на барабанах. Ого. Да. Ты надо прям лучше всех пойти. Нет. Там платно, ну, я не знаю, может быть, да, получится пойти, а может быть, не получится. Окей. Так, Себастьян. Ты делаешь? Я по каждой руке здесь. Окей. Опять показываю, что мы делаем. Раз, два, три. Раз, два. Мы кидаем в одной руке два раза. Раз, два. Ну да. Готово. Готово. Два. Готово, молодец. Так. Теперь Себастьян, я уже. Ты готова? Сколько времени? Окей. А мы же до трех, да, занимаемся? Да, трех, да. Просто вы тогда закончили раньше, без пятнадцати? Да. Да. А ты была на предыдущем? На предыдущем, нет, я не была, у нас был концерт. А, и как прошло? Классно, хорошо выступила. А что ты делала? На фортепиано играла. А, о, какую песню? Произведение Ди Фу Си, маленький, этот, негрик, как там, негритенок. А, прикольно. Это произведение за пятый класс. Я его играла еще в прошлом году, и получается, вот, в прошлой неделе, в понедельник, я выступала на конкурсе. Молодец. Молодец. Продолжай тем же духом. Спасибо. А вы же знаете, что здесь есть курсы по гитаре и укулеве? Да, да, да. Только нет у меня времени. Жаль. Да. Ну, и зато вы будете циркачем, и жонглером. Говорю, зато вы будете циркачем, и жонглером. Да. Окей. Теперь научимся с тремя, как мы делаем три. Берем стол. Не важно, у меня грязный. Не обращайтесь на это внимание. Берем три мяча. Все знают, как ставить. София будет легко, потому что она умеет делать косички. Если Севастин тоже умеет делать косички, то я буду в шоке. Окей, мы берем один мяч в руку, и вот у нас три мяча. Представляем, что они у нас в руках. Что мы делаем? Приберем. Так, подожди, я забыл. Мы берем два мяча. Ставим. Раз. Два. Раз. Два. Это где-то, где мы? С тремя мячами. Вообще, мы работаем крест. Вот так мы работаем. Крест. У нас так работает. Как это работает, да? Можете около стенки покидать. Ну, не покидать, а... Попинать с руками. Показать. Просто. Кинуть на стенку, и работаем крестом. Кому я тебе не заведу, а то я кину на телевизор. Где мяч? Играется ли ваш кот с мячом? С мячом? Нет. Он вечно спит. А у нас, конечно, они носятся по дому. А сколько вам исполнилось на дне рождения? Вот. Пятнадцать. А мне исполняется тринадцать. О, супер. Поздравляю. Спасибо. Сейчас покажу, как делаем. Ниже-ниже. Два мяча у нас в руках. Вот даже так поставим. Можем сразу три взять. И сразу. Кстати, факт. С тремя всегда начинаем с верхнего. Потом с этого, и потом с нижнего. Я не знаю, если вы знали. Окей. Мы вберем. Раз. Два. Три. Четыре. И работаем крестом. Раз. Два. Три. Медленно еще покажу. Ставим бюро метра. Ставим бюро метра. Ставим бюро метра. Ставим бюро метра. Показать в воздухе. Я уже ноги и руки подошел. Окей. Пока что подожду. Поделайте так несколько раз, чтобы вы поняли суть. Можете показать? Я не совсем понимаю. Окей. Я могу еще раз медленно только показать. Берем три мяча. Это на руках, да? Да, на руках. Первый всегда начинает. Что ты хочешь взять? Это сейчас сделай. Не, взять. Возьми. В руку. И перед столом это делай. Первый мяч всегда это верхний. Потом этот. Потом нижний. Первый ставим в бок. Типа мы кидаем в левую руку. А левая потом в правую. И берет эту. Раз. Два. Раз. Два. Еще раз. В правую. Сюда. Вперед. Влевую. Сюда. Вперед. Вперед. Влево. Вперед. Когда я научился жонглировать, я понял, что умею делать косички. И начался сестра делать косички целый день. Я очень быстро делаю, потому что я поняла, как тут делать, как тут делать. Тут очень легко. Я заполняю вот таким образом. То есть у меня один мячик чуть-чуть грязненький, а два светлых. Вот. И я вот беру сначала темный, посередине его забираю, потом я кладу на другое место. И так, как косички делаю? Молодец. Молодец. Поделайте так пару раз, потом скажите, когда надоело. А если я могу это бесконечно делать? Скажи, когда надоест. Ладно. Ты мечу. Скажи, когда надоело. А сколько вам вашему коту лет? Котика два. Ого. А моя уже старенькая. Ей семь лет. Понятно. А котенку три месяца. Понятно. Окей. Так, мы уже проходим к концу. Давайте даду, дам, домашнее задание. Надо запомнить, как делаем тремя на столе. Да? Это очень легко. Да, надо запомнить, потому что на следующий урок, если вы опять будете двое у меня на уроке, то научимся уже с тремя. И надо научиться с двумя мячиками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Как можно долго? Давайте даже покажу, как. Первый верхний, а нижний в бок. Вверх, в бок, вверх, в бок. Потом делаем круг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Можно научиться еще легче, но как бы вверх и вверх. Раз, два. И они всегда у нас наверху. Видите, типа, они остаются всегда на месте. А то, что я вам показал, они уже за одном месте. Окей, значит, домашнее задание, я сказал. Запомнить, как делать с тремя на столе. Назовем это косичка. И тремя мячиками. И тренироваться над этим тоже. Надеюсь, запомнили домашнее задание? Да, запомнили. Кому надо, я напишу в телеграме. Если надо, вам надо. Напишите, пожалуйста. Потому что я потом все время постоянно забываю. Понятно. Я хочу еще сегодня друзьям показать, что я научилась от вас. И, наверное, вас порекомендую. О, супер. А то у нас мало детей тут. И грустно. Окей, все, мы закончили. Спасибо, что... Спасибо.